Качество оставляет желать лучшего. Так можно резюмировать ремонт улицы Орджоникидзе. Ни по одному из пунктов дорожники не сработали на 100%. Замечания есть по типу покрытия, перепадам высоты, несоответствию с технологической картой. В ходе контроля полностью забраковали и улицу Кузнецова. Другие объекты не так критичны, но тоже нуждаются в доработках. Невыполнены сроки по северному въезду, по заездам. Генеральный директор нас уверил и уведомил, что после дня города, то есть 9 числа, это предприятие начинает работать по северному въезду к примыканиям и заезду. Ничего не произошло. Я не знаю, там в части ГИБДД, но у нас это уже критично. Но здесь хотя бы есть что проверять. На некоторых участках только провели фрезеровку. Где-то к ремонту вообще не приступали. Отставания от графика исчисляются не только неделями. Тысячами квадратных метров и тоннами не уложенного асфальта, но и деньгами. Теряют их сами строители из-за несвоевременной сдачи актов, выполненных работ. Мы весь проект подставили с вами под угрозу. Нас в эталоне нет, дороги не пойми как сделаны, деньги мы вам не платим, потом эти деньги генерация собирает себе, вы приходите, остаетесь с носом. Доделать объекты все равно придется. Это условия контракта. Также в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в Новокузнецке обустроят пешеходные переходы. Дорожный трафик будут корректировать 10 новых электронных регулировщиков. Проезд проспекта Ермакова – это тот объект, который оснастят светофорами по просьбе жителей. Он достаточно протяженный. На одной его стороне находятся детские сады и школа, на другой – сквер и фонтан. Пользуется проезд популярностью и у автолюбителей. Чтобы перейти с одной стороны на другую, нужно быть предельно внимательным и осторожным. Из 54 объектов проекта БКД в работе находится 38, но официально не сдан ни один. А времени на завершение работ остается все меньше. Все дороги, вошедшие в программу, должны быть закончены до 30 августа. Юлия Трифонова, Олег Поляков, Новости 10 канала.